Итак, уважаемые, еще о вредителях пчел. Это мыши и остальные немного. И также интересные способы работы с пчелами я прочитаю вам сегодня. Это статья с 59 года пчеловодного журнала. Но опасными вредителями пчел являются мыши. Все знают, что мыши это нехорошая вещь. Если она залезла, то там все, пищи пропало. Это надо и рамки выкидать, чистить улей. Они создают такой запах, семья пропала, развития не даст. Поэтому это очень важная информация. Со стороны пчеловодного слышны постоянные жалобы на этого вредителя. И предлагаются разные способы борьбы с ним. Исходя из народного опыта, пчеловод Марковин, село Княгина, Горьковская область, хорошо рекомендует в качестве средств растения чернокорень лекарственный. Это двухлетняя трава высотой около полметра, растет по буграм, брошенным местам около дорог, к почве неприхотливо. Вертинообразный корень ее покрыт черноватой корочкой, поэтому она и получила название чернокорня. Стебель покрыт мягким пушком и лоцветные листья словно одеты тонким сероватым войлоком. Нижняя из них имеет длину до 25 сантиметров. Цветы темно-пурпурые, собраны метелкой на вершине стебля. Чашечка пятизубчатая, венчик имеет тычинок пять. Плод сухой, созревая, он распадается на четыре орешка, усаженных крючковатыми шипами и цепляющимися за одежду людей и шерсть животных. Чернокорень цветет в мае-июне, хорошо посещается пчелами. Он распространен на Европейской части Советского Союза, имеет разные названия. В Беларуси называется Костолом, Якутка, Шаленец, в Горьковской области Собачки, Лиходейка, в Кировской области Мышиный Дух, Одурь, Кошачуй, Полюбим, в Орловской области называется Красная Белина, Клоповец, в Рязанской области называется Опухта, в Тамбовской области называется Золотушная Трава, Кожуха, Бешеная Трава, на Украине называется Гаяс, Живая Трава, Слепняк, Степной, Собачий Корень, Воловий Язык, Собачка, Черный Корень, Шелкун. Вот такие вот названия, если у вас есть и вы знаете, это годится. Это далеко не полный перечень народных названий указывает на широкое применение травы народом. Недаром чернокорень носит название Лекарственный. Издавна он применяется в отварах в качестве примочек от ломоты, опухоли и при переломе костей для уменьшения в них ломоты и так далее. Чернокорень, особенно в свежем состоянии, настолько невыносим для мышей, что, как пишет товарищ Маркоин, при раскладке его в зимовнике мыши совершенно покидают помещение. Вот один из, так сказать, нехимических способов борьбы с мышами. Малоизвестное средство борьбы с мышами в зимовниках рекомендует пчеловод Лобачков в село Ярго в Венецкой области. Это высушенная обыкновенная крапиква. Заготавливает он ее в августе, связывает в пучки и хранит в подвешенном виде до уборки пчел в зимовник. Перед постановкой ульев он расстилает под них пучки крапивы и тем надежно отгоняет мышей от ульев. Это еще очередной метод борьбы без химии. Пчеловод Провоторов пишет, рекомендует для отпуйния мышей в зимовниках раскладывать ветки шиповника вокруг ульев. Шипы на этом растении производят уколы тела у мышей и не избегают тех мест, где лежит шиповник. Насколько это правильно или неправильно, я не проверял, не знаю, такое предложение здесь написано. На зимовке употребляют и смертоносные средства для мышей. Пчеловод колхоза Победа Коммунизма, Медведев, Орловская область, применяет, например, такой состав. 100 граммов цемента марки 600, 100 граммов муки, 60-70 граммов толченого сахара. Все это смешивает и раскладывает порциями в нескольких местах зимовниках на дощечках. Мыши охотно поедают эту смесь, кишечник у них от нее закупоривается и они погибают. Простое средство для ловли мышей предлагает Хлонов, город Новосибирск, сибирский филиал Академии наук. В зеленом полу зимовника по его углам вровень с землей врывают жестяные цилиндры диаметром 12 сантиметров, высотой до 40 сантиметров. К каждому из них проводят хорошо трамбованные канавки, чтобы не осыпалась земля. На дно цилиндров хорошо положить какую-нибудь пищевую приманку. Мыши обычно быстро устремляются по канавкам и попадают в цилиндры, а вылезть не могут. Итак, друзья, вот такие еще вредители есть. Ну что еще интересный вредитель? Как вы думаете? Вы о нем ничего не думали. Ну вот тут написали, что он вредительствует. Воробей Кто бы мог подумать, что и воробей является врагом пчел. Ну вот что пишет в редакцию один пчеловод Архипов из села Прилепы, Тульская область. В конце июня мне пришлось произвести некоторых семян пчел срезывания печатно-трутневого расплода, который пчелы выносили затем из уля на прилетную доску и совсем сбрасывали с нее. Проделав такую работу рано утром, я увидел летающих около уля воробьев. Я заметил, как вороби старательно склевывали трутневых куколок. По прекращению срезания трутневого расплода, воробьи продолжали появляться на пасеке и садились на прилетные доски. Я заинтересовался этим и увидел, что воробьи начали истреблять пчел, прилетающих с ношей. В воздухе они их не склевывали, а нападали только на ползущие влетки. Я начал их преследовать отпугиванием и избавился от них лишь тогда, когда у них окончился период кормления потомства. Товарищ Архипов не советует срезать трутневый расплод при соседстве пасеки с гнездами воробьев, которые эта операция может привлекать леткам, где они могут исклевывать и пчел. Обратили внимание, друзья? Вот еще вот такие, так сказать, работы, которые мы производим на пасеках. И наблюдайте, какие птицы там лазают возле ваших летков, что они кушают, что они склевывают. И, возможно, старайтесь предохранить ваших пчел. Это даст вам более качественное развитие ваших семей, и вы будете иметь успех в медосборе и, естественно, радость в развитии ваших семей. Еще интересные некоторые статейки. Эта статейка называется «Хороший способ использования роившихся семей». Роение у нас обычно совпадает с началом главного взятка. Выше чарой я сажаю в новой улей и ставлю его на старое место. Материнскую семью отношу в сторону. Гнездо заполняю рамками с искусственной овощиной и сущью. На следующий день все летные пчелы слетят на старое место и присоединяются к рою. В материнской семье останутся нелетные пчелы, расплод и маточники. После полудня я переношу в улей с роем рамки с расплодом и нелетными пчелами, но без маточников, которые уничтожаю. За этим нужно тщательно проследить и уничтожить все маточники. Так как вся летная пчела слетела, то пчелы будет меньше и легко проверить всю эту работу. Лучше все же эту работу пройдет через день после выхода роя. В результате этой операции семья начинает работать как рой, дает меда не меньше, чем та, которая не роилась. Применять этот способ следует только при наличии в природе взятка. До главного взятка этот способ не применяю. Хочу еще добавить к этой системе, что если у вас вышел рой из этой семьи, и вы на это место ставите, эту семью относите, а на это место ставите новый ящик, садите рой и вся летная пчела слетает сюда. Но что интересно, некоторые пчеловоды говорят, что этот рой может слететь опять, потому что он попал на старое место. То многие пчеловоды советуют, когда вы поставили этот рой, то его сместить надо, кто-то говорит, влево, вправо. Но я советую или вперед сместить, или назад сместить. Когда вы сместили назад, пчелы летные прилетают, они по ходу действия видят свой улик и попадают 3-4 метра назад. И также рой, который вы посадили, он имеет свойство такое, что он не хочет находиться на этой месте. Его желание перелететь как можно дальше. Когда вы его сместили или поставили назад, или вперед, то больше вероятности, что эта семья, рой, она не слетит. Ну и естественно, все остальные способы, переставляете все рамки со старого, как говорится, уничтожаете маточники. И те, которые надо себе оставляете, а которые не надо, уничтожаете. И ставите в это семья, так же будет работать у вас более качественно. И меньше гарантии слета этого роя вместе с летной пчелой, старой летной пчелой. Итак, друзья, еще немножко информации, как я получаю много воска от пчел. Тоже весьма интересная информация, я думаю, она вам понравится. На протяжении нескольких лет я получаю много воска от каждой пчелиной семьи. Добиваюсь этого благодаря повседневному заботливому уходу за пчелами и применению подкормки. Обращайте внимание, при подкормке пчелы даже при безвзяточное время могут строить. Даже при наличии в гнездах кормов весной, я регулярно через каждые два дня даю семям 200-250 грамм сиропа. Сироп готовлю в такой пропорции. 1 килограмм сахара, 2 литра кипяченой воды и 200 граммов меда. Кроме того, добавляю 25 граммов подсоленного сливочного масла. Масло, разбавляемое такой консистенцией с сиропом, дает по моим наблюдениям неплохие результаты. Матки увеличивают кладку яиц, семья быстро усиливается. Непосредственным добыванием воска начинаю заниматься с наступлением первого сравнительно небольшого взятка. Для этого пользуюсь строительными рамками. Как только в них пчелы начнут строить соты, поставляю рамки с искусственной вощиной. К началу главного взятка у меня бывает достаточно количества хороших сотов. То есть, строительная рамочка стоит, маленькая полоска искусственной вощины. Как только пчелы начинают строить на ней, он понял, что началось выделение воска. У пчелы молодые стали выделять воск. И тогда он ставит уже по краям и рядом с открытым расплодом, а потом идет уже, как говорится, медовая рамочка по краям. И уже пчелы начинают строить рамочки. Так же, читаю дальше. К началу главного взятка у меня бывает достаточное количество хороших сотов. Начиная со второй откачки, из гнезда вынимаю по 2-3 рамки с медом. На их место ставлю строительные. Срез воска со строительных рамок обычно делаю периодически через 3 дня. За период медосбора я получаю в среднем от 7500-760 грамм воска. Очистка рамок и обрежка сотов дают дополнительно еще по 170-280, иногда и больше. Итак, друзья дорогие, еще одна маленькая статейка, она весьма интересная, называется резиновая кровля. Крыши на улях должны быть прочные, легкие и недорогие. В Воронеже и Курске и других городах из отходов резинового производства изготавливают резиновое полотно, которое используется для кровли. Рулон полотна имеет длину 6 метров, ширина 0,8 и стоит 52 рубля. Это в то время там изготавливали. Но мысль такова. Одного такого рулона достаточно для того, чтобы оборудовать крыши на 10 улях. В 1957 году тольевые крыши я заменил на резиновые. Прошло 2 года, холод, жара и влажность не оказали на резину вредного влияния. Если у вас что-то имеется подобное в магазинах из резины, то можете использовать для... И если оно стоит дешевле, чем другой кровельный материал, можете использовать для покрытия крыш. Итак, друзья, вот такая информация на этом видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы. Будем стараться вам отвечать. До встречи, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok